Еще два года назад Лариса Тарасова вместе с мужем проживала в своей уютной однокомнатной отремонтированной квартире в доме номер 4 по улице Забайкальского рабочего. Ходила на работу, летом жила на даче и регулярно ездила в отпуск. Все как у всех, тихая, спокойная жизнь. Однако в ноябре 2016-го ситуация коренным образом поменялась. Побежала вода с туалета в 4 часа утра. Я вызвала аварийную службу, они приехали, перекрыли весь стояк. Я обратилась в дом управления, они пришли, посмотрели, сказали, что надо в 6-ю квартиру сосед сверху. Буквально в этот же день они пришли, посмотрели, что у него сухо. И все, на этом закончилось. Струи воды сочились непрестанно, то усиливаясь, то ослабевая, приводя в негодность отремонтированные стены и потолок. Муж Ларисы Николай мужчина хозяйственный, поэтому смог сделать кустарное сооружение, чтобы вода хотя бы не лилась хозяевам на головы. В декабре того же года женщина обратилась в жилищную инспекцию, где было зафиксировано ее заявление. А в феврале 2017-го ей пришло гарантийное письмо от управляющей компании «Лидер», где было указано об обязательстве устранить проблему с протечкой после окончания отопительного сезона в мае. Фактически работники ЖКХ предложили Тарасовым еще полгода прожить как-нибудь так. В начале мая позвонились лидеры, спросили, ну как там у вас, что перестало бежать? Я говорю, вы знаете, у меня все хуже и хуже с каждым днем. И потом, в один прекрасный момент, 14 июня, мне побежала опять все снова, полунула вода. Я опять обратилась в лидеры, они опять пришли, посмотрели. Соседи мне не попали, потому что, по-моему, никого не было дома. Да, это была, по-моему, пятница. Мне сказали, что по моему вопросу работают юристы. Они подают на шестую квартиру в суд, так как они не могут предоставить место для ремонта. Однако, несмотря на имеющиеся судебные решения в пользу УК лидера о предоставлении доступа в квартиру, соседи не хотят идти навстречу Тарасовым и не пускают никого в помещение, ни сотрудников управляющей компании, ни судебных приставов. Ну и на этом вот пока все. Никаких решений до сих пор, ничего не сделано. Служба судебных приставов приходила, несколько раз стучалась к соседям, они не открывают, просто они не открывают, они скрывают. Сейчас их вообще нет дома, потому что они решили просто уехать, чтобы их, так сказать, вообще никак не домогались. Длительное проживание в квартире по соседству с неприятным запахом, грибком, а также червями, мокрицами и прочей нежелательной живностью никак не способствует сохранению здоровья Ларисы и ее супруга. У них обоих уже появились серьезные проблемы, вынуждающие горстями принимать лекарства. Муж, хотя пенсионер, может устроиться на работу, но не устраивается из-за того, что он постоянно находится дома из-за этой проблемы, потому что бежит вода. На нервах, и он уже обращался к кардиологу, ну, сердцем у него уже как-то не важно, да. Сейчас таблетки пьет постоянно, каждый день. Дело в том, что даже мы не можем никуда поехать. Просто я уже не была в отпуске два года. Получается так, что на дачу уезжаем, но скорее в три часа уже надо приехать, потому что может здесь все заполнено быть. Вы-то конкретно кого обвиняете в этой ситуации? Вообще я обвиняю в бездействии управляющей компанией «Лидер», потому что она не как обратили службу судебных приставов и все. Они должны постоянно. Что они делают, для чего? Служба судебных приставов тоже бездействует. Я, конечно, обвиняющая соседа, собственника шестой квартиры, что они и так относятся не по-человечески. Ведь можно было сделать все это буквально за один день. Давным-давно, никаких проблем ни у кого не было. Можно все решить мирным путем, чем через эти суды и разговоры, и ругань, и все на свете. Татьяна Салихова, Анастасия Максимова, Владимир Николаев, ЗАПТВ.